Всем привет! У нас продолжается страшное время. Люди прячутся в убежищах, чаще всего в подвалах. Но мы видим, что много случаев, когда подвалы засыпают. Если прятаться в убежище, то оно должно быть оборудовано. Безопасным является помещение с двумя и более выходами наружу, которые размещены в противоположных сторонах друг от друга. Минимум два выхода нужно на тот случай, если один завалит. Если выход один и нет вентиляции, то в случае задымления и блокировки выхода выжить будет невозможно. Помните это. Если подходящего убежища нет или оно не готово, следуйте простому правилу двух стен. Это значит, что между вами и улицей должно быть как минимум две стены. Что это дает? Первая стена берет на себя силу взрыва, а вторая принимает на себя осколки и следствие разрушений. Вторая стена остается целой, и люди, которые за ней спрятались, тоже остаются целы. Доказательства этому мы видели в Киеве, когда в дом попала крылатая ракета и все остались живы, так как укрылись за второй стеной. В 90% домов правила двух стен работают уже в прихожей вашей же квартиры. Выйдя в коридор, вы уже условно в безопасности. Помните это. Что делать, если у вас частный дом, у которого нет двух стен? Все просто. Соорудите в подходящем месте баррикаду, которая примет на себя осколки. Она должна быть между несущими стенами, где-нибудь внутри дома. В случае обстрела укрывайтесь в этой баррикаде. Для этого можно использовать мешки с песком или землей. Это простое правило может спасти тысячи людей. Помните о нем. Переживем это страшное время вместе. Пока. Продолжение следует...